У нас, конечно, наиболее удобная форма – это товарищество собственников жилья. Конечно, очень удобно, когда есть органы управления, когда есть председатель, когда есть правление, когда есть органы, которые решают те или иные вопросы, которые сами же граждане в уставе и прописали им. Текущие задачи и так далее. Но дело в том, что в законе о товариществах собственников жилья, который уже прекратил свое действие, было указано, что все собственники являются членами товарищества. Так вот, Конституционный суд указал на то, что у нас в соответствии с Конституцией объединения могут быть только добровольными, и обязательности, в отличие, скажем, от США или от Канады, невозможны. Соответственно, мы вынуждены были прописать отдельно вопросы, связанные с товариществами. Если все-таки граждане действительно объединились и создали такую организацию, это, конечно, самый лучший вариант и для управления, и для решения задач бытовых и других. Но если все-таки товарищество не создано, либо создано, но не все туда вошли, то тогда расписывается процедура собрания собственников. Это уже собрание решает вопросы, связанные именно с правом собственности, именно с решением вопросов собственности, с решением вопросов придомовой территории, с решением, ну, вот таких достаточно крупных вопросов. Если бы мне кто-то спросил, то я бы сказал, что лучше бы, конечно, создавать товарищество. И я думаю, что это лучше и как для организации жилищно-бытовых условий, и так и для взаимодействия с другими органами, с теми же властями. И властям лучше работать с конкретным. Вот, если, скажем, в жилом доме есть квартира муниципальная, то здесь в качестве членов товарищества будет выступать муниципалитет. Есть крайний случай, когда уже дом совсем вот уже разрушается, тогда есть такой крайний случай, что собственники будут обязаны его сами снести. Вот, но в данной ситуации речь не идет о том, что граждане возьмут, так сказать, соответствующие инструменты, будут сносить. Речь идет о том, что можно, конечно, нанять компанию просто по сносу дома. Земельный участок находится в собственности. Можно договориться о том, чтобы подобрать инвестора с тем, чтобы заключить с ним договор, чтобы и снос, и возведение в дальнейшем другого жилого помещения, либо какой-то иной постройки, но также предоставлял какие-то жилые помещения или иные имущественные блага. Этим конкретным важного.